Всем привет, мои хорошие! Кто еще со мной не знаком, то давайте познакомимся. Меня зовут Светлана. Я живу в Турции, в Мерсине, около трех лет. И в этом видео я хочу рассказать вам о моем хобби. Сегодня я покажу вам, как я буду пересаживать диффенбахию и что я буду с ней делать, потому что она не растет. А также у меня появилась идея посадить и вырастить клубнику. А также вы увидите в этом видео о всех других моих хобби. Не переключайте их, пожалуйста. Смотрите до конца. Так, друзья, мы находимся на балконе. Я надела перчаточки. Вот моя диффенбахия. Вы видите, какая она? Когда мы ее купили, у нее было шесть листиков. А сейчас остался один. Сейчас остался. В течение двух месяцев она потеряла все листы. А этот лист один несчастный изуродовала моя внучка младшая, когда приехала сюда. Так вот, я хочу сейчас поменять землю, пока не поздно. Потому что вот этот маленький лист, он никак не распускается. Старую землю уберу и вот эту насыплю. На дно старую землю я выброшу. А на дно камушки выложу. Дренаж делаю такой. В принципе, у нее корней нету. Может, поэтому она не распускает ничего. Смотрите, может, земля и эта старая не нравится. Эту старую землю я всю высыпаю. На дно всегда надо ложить камни, делать дренаж. Выкладываем дно камушками. Все делаю как положено. И она у меня не растет. Посыпаю землю. Так, дело сделано. Я ее полила и поставила в тень. Посмотрим, что она нам преподнесет. Какой очередной сюрприз, распустится этот листик или нет. А я пошла сажать клубнику. Решила посадить клубнику, вырастить у себя на балконе. А здесь семена. Не знаете, откуда нашла? Взяла вот клубничку обычную. Обычную клубнику. Вот так, может, видите. Я их от всех отковыряла. Вчера вечером это сделала. Они у меня просохли. И сейчас я буду вот... А приготовила я что? Печенья таких продаются. Я решила вот сделать такое вот. Посыпем. Насыпала землю. И посыпем эти семена. Хочу всего вот так это сделать. Произвольно как получится. Давайте, мои хорошие, давайте, принимайтесь, принимайтесь. Вам нужна клубничка. Так что вы тоже можете так попробовать. Другие, смотрю, выращивают. Получается у них. Сейчас я это все полью водичкой. Наверное, в тень надо поставить на другой балкон. Там у меня с утра солнце. И вынесу туда, и будем ждать, как получится. Знаете, люди так всегда все выращивают. Я, например, клубника готова. А вот из таких семян выросли эти цветочки. Точно-то это мне свекровь дала с деревни. У нее красивые цветочки. Посмотрим, какие получатся. Что из них вырастет. Ну вот я сначала так рассыпала непроизвольно их в одну кучу семена. Они проросли, и я потом их рассадила. Вот уже готовые. Ну вот видите, они растут. Друзья мои, я хочу показать вам, знаете что? Смотрите, это авокадо. Я косточку просто разрезала, положила в землю. И вот оно мне выросло. Вообще не ожидала. Ну, я люблю экспериментировать. Вот с таким фикусом выросло вот такое авокадо. Я сейчас не знаю, что делать. Вы, может, посоветуйте пересадить его в другой горшок или вот оставить его вместе с этим фикусом. Вот моя валуя тоже пустила деток вон там вот. А это дерево счастья. Вот скоро я его должна мыть. Так что вот самые такие огромные, что у меня. Цветы. А остальное мелочь. А следующим моим хобби является вязание. Эту скатерть. Я еще никак не довязала. Вот видите, не закончена она, ниточка вот. Наверное, год я ее вяжу. Это вязание с крючком. Весь самый узор я придумывала сама. То есть и раньше, когда у меня были дети маленькие, я занималась этим делом. По журналам вязала все. Но в последнее время, конечно, забросила все это дело. А сюда приехала. Думаю, чем коротать вечером. Вечера. За сериалами. И вот я начала вязать. Сама придумывала все. Вот я не знаю. Сейчас вот надо взять себя в руки и уже закончить ее. Такая, думала я на маленький стол сделать. А получилось по немножко больших размеров. Вот следующее мое хобби. Это вязание крючком. А это я себе связала такое кофту. Дома я ее износила за зиму. Вот тоже остались ниточки. И для внучки связала. Вы знаете, как она? Вот здесь вот надо еще пуговички. Пуговички никак в руки не дойдут. И вот как она сверху будет такая вот накидка. Вот передам тоже. Вот мое хобби номер два. Это вязание крючком, спицами. Ну, а следующим хобби, как вы догадались, является маникюр. Делаю я его сама. Ни в коем случае я не профессионал. Нет, нет, я делаю его. Сами как. Смотрите. Так, тяп-ляп может. Но я испытываю такой кайф, удовольствие. И это занимает у меня очень много времени. Маникюр и педикюр. Потому что у меня очень плохое зрение. Не вижу хорошо. И поэтому, наверное, мне кажется, что это красиво. Что я слепая. Вот мои маникюры. Лаки. Маникюры, как моя внучка говорит. Лаки, почему бы не поработать со мной? Вот это я все выписала раньше, раньше. С интернета. Вот делаю камушки. Мои работы увидите вы чуть дальше. Все есть. Вот я и занимаюсь маникюром. И очень люблю делать прически. У меня даже была мечта раньше открыть свой салон и по косичкам. У меня были раньше длинные волосы, сейчас тут у меня остались. Что осталось, ничего не осталось. И вот я раньше мечтала открыть свой салон и назвать его косичка. В общем, не стоит только один раз посмотреть на прическу. Даже если она очень сложная, посмотреть, как ее делают, я уже сама смогу все это повторить. Ну вот, не знаю, способности в этой отрасли у меня есть. Маникюр и прически даже стригла раньше своих детей, сама и маму стригла, и соседи стригла. И вообще еще я умею шить. У меня даже диплом есть. Три года я училась, диплом кройки и шитья. Но машинка здесь есть, я не употребляю. Ну что я говорю, зрение очень ухудшилось. Я не хочу напрягать свои глаза. И так я очень много времени уделяю сейчас в интернете, на компьютере работаю. И мне практически некогда и заниматься этим кройком. Ну и все, что касается пошить, пришить, зашить, там и разные. Все, что касается кройки и шитья, я профессионал. Так что, по-моему, и очень люблю кулинарию, как вы заметили. Люблю экспериментировать, люблю готовить разные новые рецепты. Но, к сожалению, здесь в Турции с моим мужем этого делать не стоит, потому что он ничего не кушает, кроме своей турецкой еды. Но я приберегу свои рецепты для моих детей и внуков. Ну, спасибо вам за внимание, за то, что вы были со мной. И посмотрите мои работы маникюра. Они сделаны в течение года. И посмотрите их и оцените их. Но я любитель, ни в коем случае не профессионал. И я знаю, что профессиональный маникюр совсем отличается от любительского. Это любой комитет дурак знает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok